МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Уральской вещательной компании еженедельная программа «Объективно о спорте» в студии Евгений Гурин. О последних спортивных событиях в жизни города узнаете далее. Поехали! В Новоуральске завершился первый круг в чемпионате области по футболу среди мужских команд. В Новоуральске состоялся традиционный, уже 19-й по счету, региональный турнир «Теннис 100». На пляже санатория «Зеленый мыс» прошли соревнования по различным пляжным видам спорта, в которых приняли участие работники АО «УХК». На минувшей неделе футболистам новоуральского кедра пришлось дважды выходить на поле в играх чемпионата области. В среду, 13 июля, наша команда в отложенном матче на своем поле принимала «Качканарский Олимп». Какие результаты принесли заключительные игры первого тура, узнаете далее. Гости, записные аутсайдеры турнира и идут с одним очком на последнем месте в таблице. И кедр вправе был рассчитывать на победу. Но, видимо, тренеры не сумели настроить футболистов на игру должным образом. Андрей Глинских уже на второй минуте после подачи углового ударом за пределы фронтарской не оставил шансов голкиперу Олимпа. После чего наши ребята расслабились и стали транжирить один момент за другим. Гости постепенно разыгрались и в конце первого отрезка игры смогли сравнять счет. Во втором тайме игра запомнилась большим количеством ссор и перепалок. В итоге кедровцы потеряли два очка в матче, который должны были выигрывать. В субботу в чемпионате были сыграны матчи заключительного тура первого круга. Наши футболисты отправились в гости к игрокам футбольного клуба «Арки». Игра завершилась с минимальным счетом 1-0 в пользу наших парней. Единственный мяч в середине второго тайма забил Дмитрий Криулин, реализовавший пенальти, назначенный за игру рукой. Стоит отметить, что в матче с «Арти» в составе «Кедра» дебютировал опытный нападающий Алексей Соловьев, перешедший из «Динура». Результаты игр 11-го тура на ваших экранах. По итогам первого круга «Кедр» с 12-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидерами по-прежнему остаются «Динур», «Синара» и «Горняк». Замыкает итоговый протокол «Качканадский» у США «Олимп» с двумя очками в активе. В чемпионате наступает двухнедельный перерыв. В чемпионате города среди команд первой группы вчера состоялись две встречи. На Уральск был сильнее «Металлурга» из Кировграда 2-0, а футболисты-афганца с хоккейным счетом 7-1 переиграли гранит. Нелегко пришлось организаторам и участникам традиционного турнира «Теннис 100», который прошел в Новоуральске в минувшие выходные. Виной всему капризная уральская погода, которая заставляла собравшихся метаться между открытыми кортами спортклуба «Кедр» и залами. Кому лучше всех удалось приспособиться к изменению покрытия, выясняла Новоуральская вещательная компания. Приближающийся юбилей главного спонсора и учредителя турнира Петра Широченко уже в этом, 19-м по счету, турнире привлекло неимоверное число желающих приехать в Новоуральск. По правилам проведения соревнований сумма возраста участников в мужском парном разряде должна превышать или быть равной 100 годам. В миксте этот показатель равен 70. И хотя оргкомитету пришлось отказать многим сильным теннисистам, уровень показанной игры был чрезвычайно высок. Мы приехали уже второй раз, в том году были, очень нравится турнир, очень сопоставим, скажем так, в лесном мы были в том году, тоже классный турнир. Ну и здесь очень нравится, все, организация замечательная, люди замечательные, участники, все отлично. Принимаете участие только в паре или еще в миксе будете? Нет, у нас пара только. Естественно, хочется победить в каждом отдельно взятом матче. Главное участие – девиз. Особенно борьба развернула в смешанном парном разряде. И сразу три представительницы на Муральска – Анна Беруля, Ирина Павликова и Алина Соловьева пробились в полуфинал, что не могло не порадовать местных болельщиков. Я играю традиционно со своим папой, с Дмитрием Соловьевым. Мы уже давно играем. Когда нас пустили первый раз, мы стали победителями, а сейчас вот тоже постараемся. Уже у вас есть победа в турнире? Анна, у вас? У нас, надеюсь, она появится через буквально час. В который раз принимаете участие? Ну, раз, наверное, третий-четвертый. Вообще, как организация турнира и как уровень? Нет, уровень вообще всегда у них очень на высоком уровне. И организация такая же. Петр Иванович всегда у нас, каждый раз превосходит наши все ожидания в хорошем смысле. Вот. И, конечно, очень нравится, очень престижно участвовать в этом турнире. И много позитивных эмоций. Потренироваться удалось здесь? Да, конечно. Как бы мы входим в сборную нашего города Новоуральска. И раза 4-5 в неделю у нас случаются тренировки на этих же кортах. Под первым номером среди 16 пар были посеяны прошлогодние победители. Новоуральцы Ирина Павликова и Андрей Большедворов. И они, оправдав первый номер посева, сумели дойти до финала, где им в сопернике достался сильный семейный дуэт из Заречного – Наталья и Игорь Останины. И здесь опять мешалась погода. Начав матч на улице, игрокам пришлось заканчивать его уже под крышей. В итоге 6-5-6-2 гости из Заречного сильнее наших Павликова и Большедворова. В мужском парном разряде главные надежды на уральцев были связаны с дуэтом Владимир Петрусев и Петр Широченко, которые в прошлом году лишь в финале уступили тагильчанам. Став на год старше, наши теннисисты, тем не менее, остались в числе фаворитов. И первые два круга прошли более чем уверенно. Но, видимо, тагильские пары являются неудобным соперником для на уральцев. В борьбе за выход в финал на пути наших теннисистов стали Дмитрий Новичков и Юрий Берстенев, которые в двух сетах 6-1-6-3 добыли себе путевку в финал. В главном матче 19-го турнира «Теннисто» сошлись новичков Берстенев из Нижнего Тагила и смешанная пара «Тагил-Первураль» с Тупиков-Попов. В финале более молодые тагильчане ожидаемо взяли первый сет 6-4 и вели во втором сначала 4-1, а затем 5-2. Но высочайшая самоотдача ветеранов Тупикова и Попова на двоих им уже 121 год позволила им не только догнать соперника в счете, но и вырвать вторую партию 5-6. В третьей партии все стало на свои места 6-4, 5-6, 11-9 и Дмитрий Новичков с напарником Юрием Берстеневым победители «Теннисто» в 2016 году. В матче за третье место наш дуэт Петрусев-Широченко в двух сетах 6-2-6-3 был сильнее пары из Екатеринбурга Суслов-Королев. В заключении этого замечательного теннисного праздника по традиции состоялся конкурс теннисных подач, главным призом которого, помимо кругленькой суммы, был и арбуз, и набор теннисных мячей, и даже вобла. 19-й традиционный теннисный турнир прошел, как всегда, на высоком организационном уровне и продемонстрировал хороший уровень подготовки наших теннисистов. Пляжный футбол, пляжный волейбол, бадминтон, фигуры из песка, перетягивание каната – вот неполный список видов спорта, в которых состязались работники комбината. На пляже санатория «Зеленый мыс» минувшие выходные. Какой команде удалось занять наибольшее количество первых мест – смотрите сами. Инициатором и организатором проведения соревнований выступили Объединенный комитет профсоюза 123 и Молодежная организация комбината. И даже дождливая новоуральская погода не смогла нарушить запланированного хода мероприятий. Комитет молодежной организации принял решение провести именно вот такой день пляжных активностей. Во-первых, привлечь как можно больше народу в шаговой доступности, что называется, от города. Каждый желающий может принять участие. Состав команд на сегодня 6 человек. На площадках уже соревнуются 6 команд. Мы думаем, что кто-то заявится еще. Очень радуюсь, что к нам присоединились уральский завод газовых центрифуг. Сегодня гости Свердни и Химаш из города Екатеринбурга приехали к нам. Мы с ними сотрудничаем уже давно. И в этом году они сказали, раз у вас нет турслета, значит мы приедем к вам побеждать в спортивных пляжных соревнованиях. Ну, в общем, надеемся, что все пройдет, как всегда, на высоком уровне. Огромное спасибо всем нашим участникам, кто сегодня отозвался и приехал. Несмотря, опять же, на погоду, потому что дождь то начинается, то заканчивается. Но настроение у всех хорошее. Приехали уже дети, строят песочные замки. В скором времени подведем итоги и узнаем, кто же был лучшим. А чтобы соревнования не казались совсем уж домашними, в гости к работникам комбината приехали представители сверхней и Химаши из Екатеринбурга и попытались внести свои коррективы в ход распределения медалей. Участникам предстояло выявить сильнейшего в пляжном волейболе, который, как и футбол, проходил по особым правилам. Мы сыграли волейбол и футбол. Пока что два вида. Как результат? Результат очень оптимистичный, но пока не выиграли. То есть волейбол проиграли? Да. И футбол проиграли? Да. Понятно. Где собираетесь, так сказать, реабилитироваться? Я думаю, мы в бомбинтоне должны держать победу. Понятно. Ну, сколько человек в команде? И вообще, вот сегодня, может, с погодой немножко? Или погода как раз способствует именно спорту? В команде у нас шесть человек. Ну, погода, наверное, способствует. В принципе, не жарко и не холодно, как бы нормально. И народу не так много. То есть, в принципе, никто не мешает. Отдыхающие. То есть, все отлично. В бомбинтоне, перетягиванию каната и веселом конкурсе «Водоноск», которым всеми доступными способами надо было наполнить водой бутылку. Ну, и, конечно, кульминацией праздника стал конкурс фигуры с песка, в котором фантазии собравшихся не было предела. У нас еще есть такой символ, очень распространенный на комбинате. И, в принципе, уже практически в мире. Ведро урана, так называемое. Я надеюсь, все об этом слышали. Вот мы пытаемся его воплотить. Вы сегодня принимаете участие как капитан команды? Да, да. Я сегодня как капитан команды. Потому что настоящий капитан у нас занимается проведением данного мероприятия. Поэтому на меня возложили такие функции. Ну, стараюсь выполнять. В каких-то видах еще уже приняли участие? Да, мы уже сыграли один матч футбола, один матч волейбол. Как результат? К счастью, победили пока. Победили. То есть по турнирной сетке идете? Предстоят следующие матчи, да. Мы работаем. В итоге лучшими пляжными футболистами оказались представители молодежной организации комбината. Спортсмены и спортсменки УЗГЦ были сильнее в перетягивании каната и подтягивании, а также получили приз за самую красивую фигуру из песка. Сборная цеха 87 смогла похвастать победами в плавании, бадбинтоне и в конкурсе «Водонос». А гости из Екатеринбурга, работники Свердни и Химаш, увезли с собой кубок победителей волейбольного турнира. У нас тут очень грандиозное такое сооружение. Это у нас черепаха, которая несет на себе замок. Вот это вот у нее голова, там лапки. Пока мы еще не придумали, как это будет, но будут еще флажки Свердни, Химаш, Атом, Энергомаш. Все очень здорово. Единственное, конечно, что погода подкачала, потому что вечер. Мы еще будем играть в бадбинтон, и условия, конечно, не очень, так бы сказала. А в принципе, очень весело, здорово, нам все нравится. Дружите с нашим комбинатом? Дружим. Праздник прошел в атмосфере позитива и дружбы, а наша дождливая погода оказалась не помеха для истинных любителей физкультуры и спорта. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Этот день в истории спорта». 20 июля 1924 года во время проведения в Париже восьмых летних Олимпийских игр была основана Международная шахматная федерация «ФИДЕ». Главными целями организации стали распространение и развитие шахмат по всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры и знаний. Девиз «ФИДЕ» – «Мы одна семья». До 1939 года федерация в основном занималась организацией проведения всемирных шахматных олимпиад или турниров нации, а с 1927 года – чемпионатов мира среди женщин. С 1950 года стала присваивать звание Международных гроссмейстеров среди мужчин, а с 1976 года – и среди женщин. Россиянин Кирсан Илюмжинов 29 сентября 2010 года переизбран на пост президента «ФИДЕ» в ходе заседания Конгресса Генеральной ассамблеи «ФИДЕ» в Ханты-Мансийске. В субботу, 23 июля, на стадионе «Дю США-2» пройдет традиционный футбольный турнир в памяти нашего прославленного земляка Валерия Плеханова. Официальное открытие турнира в 11.00, а представители Федерации футбола на Уральска обещают приятные сюрпризы. Приглашаем всех желающих. Это все спортивные новости города на сегодня. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин